На улице еще холодно, зима не спешит уходить из Покачей, а Татьяна Патынга уже думает, как проведет свои летние каникулы. Пойти в трудовой лагерь, ну чтобы подзаработать маленько денег, потому что я коплю на новый телефон. Каскад пользуется большой популярностью у подростков, ведь у них появляется возможность подзаработать. Те, кто помладше, могут провести свои каникулы тоже с пользой. В июне в Покачах будут открыты сразу несколько лагерей. Камертон, Олимпиец, Неофит, Солнечный Жемчуг и Улыбка. Последний будет работать на базе второй школы. Главной темой смены станет юноармейское движение. Ежедневно у нас будет день начинаться патриотично, с исполнения гимна Российской Федерации, с награждения ребят за активное и полезное времяпрепровождение в лагере. У нас будет, безусловно, открытие лагерной смены. Ребята будут придумывать девиз, речевку, название отряда, оформлять отрядные уголки. Будут различные дискотеки происходить, спортивные мероприятия. Помимо развлекательной программы на территории города, также планируются поездки детей в Кагалым, в спортивно-культурный комплекс «Галактика». Впервые такие организованные выезды состоялись летом минувшего года. Поездки в Кагалым, посещение выставок и мастер-классов, участие в различных мероприятиях. Все это продолжится и в июле. Во вторую смену покачевских ребят примет каскад, а также распахнет свои двери первая школа. На ее базе будет функционировать лагерь «Солнышко». Сейчас во всех учреждениях ведется прием заявлений всего за два летних месяца. В Покачах смогут отдохнуть 570 юных горожан от 6 до 17 лет. Помимо этого, сейчас на портале госуслуги можно подать документы для предоставления путевки в лагерь «Энергетик». Он находится на Черноморском побережье в Анапе. Стоимость поездки около 52 тысяч рублей. Из них родители платят только часть. Родители у нас будут оплачивать стоимость проезда детей туда и обратно. Для детей в возрасте с 5 до 9 лет стоимость 19 978 рублей. А для детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно 21 500 рублей. Также будут родители оплачивать частичную стоимость путевки в размере 6658 рублей 68 копеек. Всего выделено 115 путевок, 79 на первую смену, 36 на третью. Ребята проведут на Черноморском побережье 21 день. Всего на летнюю оздоровительную кампанию заложено более 10 миллионов рублей. Эти средства выделяются из местного и окружного бюджетов. На выездной отдых нам выделили средства окружного бюджета непосредственно на приобретение путевок. А средства местного бюджета нам выделили на транспортные расходы для перевозки организованных групп детей. Лагеря с дневным пребыванием также будут состоять из двух источников финансового обеспечения. Все, что касается содержания лагерей, это средства местного бюджета. Все, что касается организации питания, это средства субсидий из окружного бюджета. Подготовка к летнему отдыху подрастающего поколения идет и в профсоюзных организациях. Ежегодно дети работников общества «Лукоил Западная Сибирь» проводят каникулы в Тюменской здравнице. На протяжении многих лет мальчишки и девчонки выезжают в лагерь «Алые паруса». В этом году у нас будет 4 смены по 21 дню. Это примерно с конца мая до конца августа. Детей отдохнет как минимум 56 человек. Для родителей отдых детей обойдется буквально в 7% от стоимости путевки. Все остальное берет на себя работодатель. Единственное, что родители все-таки будут оплачивать проезд ребенка из Покачей до Тюмени и обратно. В Покачах развлекательная программа подготовлена и для тех ребят, которые не планируют посещать лагеря или выезжать на отдых за пределы города. Все каникулы на различных площадках будут организованы культурные и спортивные мероприятия, которые разнообразят досуг школьников и помогут сделать это лето ярким и неповторимым. Алена Валей и Михаил Адвахов. Наши города.